Впервые в России был реализован такой масштабный проект. Предварительное голосование мы с вами проводим не первый год, но впервые в этом году оно прошло по смешанной системе. С поздравления с успешным завершением праймерис началась региональная конференция Единой России. В своём выступлении Андрей Турчак заявил, что сейчас партийцам важно показать командный подход в решении вопросов граждан. На первом плане и тема обновления. Речь идёт не только о кадрах, но и современных методах работы. Решение, которое необходимо было принять, что называется, здесь и сейчас, избрать секретаря регионального отделения партии. Собравшиеся выдвинули две кандидатуры – директора Никольского лесхоза Михаила Абрамова и временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко. Олег Владимирович Мельниченко я знаю давно, это несколько лет нашего знакомства в разных попастасах. И знаю его как человека порядочного, как большого профессионала. Я знаю его как человека, который искренне болеет за регион, болеет за все процессы, которые происходят на территории Кенингской области. Он никогда не отрывался от региона. Я предлагаю нам всем подумать об объединении всех детей власти в одно целое. И поэтому вполне логично выглядит то, что во главе области и во главе партии будет человек, который способен вместе со всеми нами решать и хозяйственные, и социальные круглые, и партийные дела. После процедуры тайного голосования и подсчета голосов стало известно, что Олега Мельниченко поддержали 114 делегатов. За Михаила Абрамова проголосовали 12 человек. Вновь избранный секретарь поблагодарил за многолетнее руководство партией председателя областного парламента Валерия Лидина, который досрочно сложил полномочия. Я считаю, что мы шли в правильном направлении. Сейчас перед нами состоят очень серьезные задачи. Прежде всего задачи, связанные с организацией проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. И мы должны продемонстрировать людям, жителям нашей Пензенской области, в том, что партия способна решать конкретные проблемы конкретных людей, что партия готова бороться за интересы людей. Олег Мельниченко отметил, что в ближайшее время представителям партии предстоит дойти буквально до каждого жителя региона, отчитаться за проделанную работу и рассказать о том, что планируется сделать в ближайшие пять лет. Кроме того, участники конференции утвердили делегатов на предстоящий съезд партии, который пройдет 19 июня в Москве. Продолжение следует...